привет друзья bad boy это дрипка компании я стар сегодня в обзоре это дрипочка у нас на две спирали с интересным обдувом с интересным корпусом в принципе достаточно такая нестандартная как для меня по крайней мере более подробнее мы посмотрим на столе и в профите поговорим о годности и вкусопередача поехали я star bad boy обозначение цвета фотография самой дрипки есть возможность у нас тут увидеть комплектацию данного спецификация и все больше тут видеть ничего нельзя все это дело открываем внутри нас ждет бумажка сама дрипка в стальном цвете соответственно какие-то дополнительные запасные части винтики и так далее пола здесь нет ну и ключ и ключик так ну давайте посмотрим что у нас там есть отверточка склонг-пин запасные винты и резинки запасные резинки переходим техническим характеристикам чтобы проверить девайс на оригинальность вот на этой бумажке с другой стороны с другой стороны с какой-то там стороны есть возможность стереть вот этот вот защитный слой и ввести код на сайте производителя по самой дрипки дрипка у нас 24 миллиметров посадки 33 миллиметра и 6 миллиметров у нас в высоту может быть в трех вариантах цветов черном стальном и золотом собственно что мы имеем сверху мы имеем ультемовый дриптип вот такой оригинальной достаточно формы и плюс ультема у нас ставочка дрипка имеет нижний обдув этот обдув у нас регулируется снизу у нас позолоченный пин может работать со склонг-модами может работать без склонг-модов с обычными модами ну вот так это все выглядит сейчас мы повесим вот смотрим покажем что внутри внутри у нас достаточно такая интересная база закручиваются винты у нас сбоку отвертка у нас шлицевая 2 кола заводится в одно отверстие соответственно перед этим необходимо будет повернуть ножки кайла на это я покажу когда буду укладывать вату когда устанавливать кайлы ну и так же вот у нас нижний обдув нижний обдув имеет очень интересную форму плюс достаточно глубокая ванночка в чем интерес формы на то что у нас внутренняя часть имеет вот как бы отдельный выступ и таким образом более равномерное распределение воздуха во внутреннюю часть кайла и почему его здесь меньше потому что для того чтобы сохранить давление равномерность давления распределения но об этом конечно мы поговорим в профите давайте сейчас ставите спирали по установке кайла вам необходимо сначала сделать по нему скажем так формат это не самое простое занятие в этой дрипке по той причине что здесь у нас есть направляющая такая для воздуха по всей ширине самой дрипки это сделано то чтобы разделить давление правильно ну в итоге не иногда инженерные какие-то решения они несут за собой недостатки в плане работы со всякой установкой но отдаст ли это дрипка обратно ну скажем обратная реакцию то есть качество или по вкусу и потяги ну мы посмотрим безусловно в профите а пока я вот вы делаете шаблон и по шаблону вы сначала установите кайл подожмите боковины на что у вас собственно вы когда будете закручивать кайл сильно не перекручивала вот по нему сделаете первый кайл потом возьмите второй чтобы понять сколько вам необходимо будет отрезать впоследствии да ну здесь у нас практически одинаковое все дело по длине и поверните ножки в нужную сторону для того чтобы их было удобнее зажимать дальше вы вставляете один кайл теперь очень важная часть не докручиваете кайл до конца ну не закручиваете оба кайла туда в упор то есть вам необходимо их поправить и выставить правильно по высоте потому что тут вам необходимо колон нагнуть вниз кабуду честно я это сделал достаточно быстро просто мне на камеру это делать неудобно ну смысл понятен да то есть вам необходимо его нагнуть зажать ну прижать будем говорить так и также сделать со вторым прижать не до конца именно как раз для того чтобы вы могли поправить вторую часть вторую спираль я установил две спирали вот так вот должно это все выглядеть приблизительно два два с половиной миллиметра от обдува для того что у вас правильно распределялась давление плюс вот эти направляющие плюс внутренняя часть тоже проходил через нее воздух если вы уже там что-то ну скажем так у вас что-то торчит можете конечно это оставить можете обрезать тут в принципе достаточно удобно по скажем может неким бокорезами стандартными бокорезами достаточно удобно заходить так это все выглядит так прожигаем укладываем вату по укладке ватт ну вот я заправил два хвоста собственно как вы это все меряете у вас есть глубина ванны вы просто доводите до дна ванны не надо там чтобы она валялась или было все забито ватт они абсолютно это ни к чему вот по внешнему кольцу обрезаете приблизительно такое расстояние до можете в принципе взять там пинцет и либо тем чем вы заправляете это все дело и отмерить один вот вариант то есть доходит до конца то есть нигде там не болтается все хорошо все здесь укладывается хорошо и плюс этот выступ также помогает правильно распределить вату чтобы она не комковалась вот будем говорить как в баке ну вот такое расстояние мы выбрали можно чуть-чуть ее расчесать ну и обрезайте по образцу говорится заводите вниз да и все еще один момент я не показал как это все внутри устроено то есть у нас идет ультемовая такая колба и на нее сверху в принципе посажен металл это дело не раскручивается но запрессована у нас нет сферической никакой обработки есть определенная выпуклость вовнутрь я не думаю что то повлияет как-то на вкус сферическая обработка мы обязательно это все проверим теперь поехали на их я стал не так часто в обзорах вижу этот бренд на самом деле мне нравится честно и многие девайсы от этого бренда мне нравится вообще маленькие компании они должны конкурировать с большими компаниями всегда ищут какие-то интересные решения вот я всегда ищу вот эти маленькие компании с интересными решениями в принципе это одно из них ну во первых оригинальный дизайн оригинальный такой форм-фактор ультемовый корпус с поверху у нас металлические кольца хороший достаточно нижний обдув плюс конструктив сам обдув он правильный плюс у вас есть еще такой грибок еще с другой грибки с легенды по-моему называется у нас есть грибок там такое направляющие воздуха все сделано правильно койлы это установка койлов здесь да это хобот ну в принципе это делается не так часто и я бы не сказал что к этому нельзя привыкнуть скажем так по установке койлов я никогда не выбираю мне абсолютно фиолетово как их ставить чуть больше времени потрачен на это чуть меньше мне очень важен результат я всегда смотрю в результат что по итогу здесь получилось по поводу обдува ну не совсем тут удобно может быть регулировать поначалу да пока бакс уходит дальше уже в принципе становится все нормально койлы необходимо подбирать именно под обдув если вы с этой дрипти можно получить достаточно очень вкусовой формат со средней тягой также можно получить ну такую 90 процентов на вами девайс и опять-таки койлы надо подбирать если вы берете нижний диапазон обдува то вы должны сказать ставить было попроще ну к примеру двойные фьюзы может быть тройные фьюзы на 0 3 что-нибудь в таком роде двойные фьюзы на 0 4 либо подобные койлы степлы миксы и так далее если же мы берем максимальный койл который здесь можно установить ариен либо же тройной фьюз как я поставил на 0 4 не хроме но опять смотрите по мощности то есть если вы будете загонять 3 120 там сотку вода то вас будет однозначно перегрев внутри хоть и немного металла но все равно будет обязательно перегрев поэтому ее такой оптимальная мощность на который парить вот скажем койлы формата 0 4 на 3 до у них ром у меня сейчас сопротивление на 0 9 ом то порядка где-то 85 ватт хорошая детализация вкуса хорошая тяга вот этот вот непосредственно лишние детали в конструкции обдува она распределяет более равномерно давление по всему периметру койла и направление самого воздуха это дает о себе знать здесь отличная детализация просто отличная но опять-таки если вы сделаете воздуха поменьше то здесь нет потери здесь очень еще более плотнее получается но будет однозначно перегрев либо вы должны уменьшать мощность для того чтобы успеть охладить саму спираль такая дрипка для гурме это не попса это однозначно не попса это дрипка для гурме за счетный девайс хороший хорошим хорошее качество сборки не к чему тут придраться отличная подгонка всех сидит на своих местах хорошо держится купол прекрасно сидит дриптип ну в принципе все на уровне не старая предыдущих моделей не очень зашел бак от этой модели я не помню как называется очень крутой я вам скажу даже круче чем работ но это лично мое мнение по форм-фактору конструктиву это дрипка абсолютно не хуже чем конкуренты ценник из-за того что маленькие компании не производят очень много девайсов им приходится ценник всегда держать чуть чуть выше чем попсе попсе попса это скажем так в энди вейп и подобные гик вейп и я не думаю что там 5 6 7 долларов разницы будет каким-то камнем предкновением при решении приобрести данный девайс а у меня на самом деле все не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать комментарии до новых встреч ребята пока